Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Если вопросов нет, прошу по рабочим местам. Совсем не по стандартному распорядку идет и утро мастера производства кислородно-конвертерного цеха Артема Рунова. Ему предстоит вспомнить хоккейную юность и на один день стать частью команды мастеров. С «Металлургом» он будет тренироваться в полную силу. Артем на себе испытает, каково это быть профессиональным хоккеистом в своем любимом клубе. Да, 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 проходите. Привет, Артем. Добро пожаловать. Очень приятно. Присаживайся. Ну что, готов отработать? Я всегда готов. Готов, да? Поэтому вот контракт, можешь посмотреть. Все тут указано, что, чего, как, как работаем, где работаем. Понятно. Так, прошу. 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 Так. Поздравляю. Спасибо. Добро пожаловать в команду. Чего ждешь от сегодняшней тренировки? Да, я честно не знаю. Просто эмоции, удовольствие получить. Ну, конечно, каждый год хоккей меняется. Что-то становится быстрее, мобильнее. Ну, вот, а так, игра есть игра. После знакомства с рабочим коллективом кислородно-конвертерного цеха ММК Николай отправляется в заводы управления. Путь через проходную лежит на третий этаж в кабинет к генеральному директору комбината Павлу Шиляеву. Опытный хоккеист немного волнуется, ведь ему предстоит пройти собеседование и поставить подпись под трудовым договором. Здравствуйте, Павел Ильич. Да, доброе утро, Николай. Приветствую, присаживайся. Что привело? Какое настроение? Какие идеи? С таким вопросом всегда было интересно посмотреть работу комбината изнутри. Хотелось бы попроситься к вам на работу хотя бы на один день металлургом. Как вы смотрите на такую идею? Хорошая идея, может быть неожиданная, но такая очень правильная. А как ты оцениваешь свои силы? Я готов на 100%. Отлично, если готов, то давайте подпишем контракт. Ну что, Николай Ильич, ты сегодня стал работником Магнитогорского металлургического комбината. Удачного рабочего дня. Спасибо большое. Счастливо. Форму получаем. Размер какой? Футболка, шорты? М-ка. М-ка. Отлично. Так, значит, держи тренировочную такую шорту и вот такую шорту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТАРТ Защитник делает давление, он бросает в среднюю зону. Второй защитник подбирает, идет на передачу. Партнер от нападающего возвращается, как защитник подбирает чайбу. Четыре группы. Первый вариант. Пошел, передача, бросок. Второй вариант. Открываетесь, вам отдали по кругу бросок. Третий вариант 2.0. Пошли, вам отдали, вы вернули, вам на ход 2.0. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА You could think that I'm a freak, when I'm talking to myself. But it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep, when I'm singing all alone. But it's like I couldn't see straight on my own. Подписанный трудовой договор и специальная одежда – это еще не все. Каждый, вновь пребывающий на предприятии сотрудник, обязан пройти инструктаж по технике безопасности. Ведь кислородно-конвертерное производство – одно из самых опасных в металлургии. И нарушение правил здесь может стоить гораздо дороже штрафных хоккейных минут. Во время нахождения в цеху на вас могут воздействовать как опасные, так и вредные производственные факторы. К опасным факторам у нас относятся брызги расплавленного металла и шлака, поражение электрическим током, падение предметов с высоты, падение самого работника с высоты, разнообразные газы. К вредным факторам относятся пыль, шум, вибрация, неровные поверхности пола. Ожидал, что будет это очень нелегко и общался с ребятами, много друзей, с кем раньше играл, сейчас работаю на комбинате и по рассказам всех понимаешь, что здесь. И даже, я думаю, любому человеку, даже незнакомому с металлургией, все равно это понятно, что здесь нелегкий труд, здесь постоянно высокие температуры, везде опасно и надо быть предельно внимательным, аккуратным. И для всего было нормально, как мне сказали, сделай как нормально. Это значит, сломаю у тебя крючку. Да без проблем. Нам, Столеварам, ничего не страшного. Здравствуйте, Артем. Парни, как вы знаете, Николай Кулемин отработал у нас одну смену на кислородно-конвертерном цехе, подручным Столевара. Сегодня мы подписали контракт на один день с мастером производства кислородного конвертерного цеха, с Артемом Руновым. Я хочу представить на сегодняшний день нового игрока, Артем Рунов. Максим, производства кокоспекту. Одно пожарно-конвертерное. Все, перейдем. Все, давайте расходимся. Первое упражнение. Расходим, Денин. А с какой стороны раскатывать? С той или с этой? Туда идешь, туда и туда, на борт. А давай сейчас пас туда и на борт иди и бросай. Костя, пару килограмм-то по-любому слетело. А так классно покататься с командой Металрук, с мастерами, с такими чемпионами. Одного удовольствия. Приколай, привет. Все, пойдем. Приколай, а тропоро. Пойдем. Радус, комната мастеровка. Этот конвертер, короче, у нас крутится, вращается. Ну, вот это непрерывный, короче, агрегат самый главный. Вот. Ну, сейчас мы тебе покажем. Вон там сейчас плавка заканчивается. Мы тебе покажем. Здесь все. Там сейчас будем плавку сливать. Ну, и как бы посмотрим сейчас. Интересно будет, столян. Вот ты сегодня будешь работать здесь, короче, на втором конвесторе. Вот, плавочка закончилась. Плавочка продулась. Вот. Столивар подойдет. Все, ты будешь с Столиваром обчат, он тебе скажет, что делать. Будет. Все, сейчас пока будет повалочка. Повалку сделаем. Столивар тебе уже будет подсказывать, я тебе познакомлю. Будешь с ним работать официально. Вот и все. Давайте, ворот откроешь немножко. С той стороны. Виндер знаешь? Покажи ему, где Виндер. Покажи, где Виндер. Сейчас конвертер как повернут. Первое задание, которое поручают Николаю, помочь в резке горловины конвертера. Излишняя зашлакованность может привести к аварийной ситуации. И чтобы этого не произошло, подручность Столивара струей кислорода под высоким давлением срезает излишние шлаки. Это получается кислородом он прожигает, да, сначала? Да, горловину он. Здесь у нас, я тебе на той стороне покажу, идет котел, подошва идет, чтобы на аварию не пойти. Мы ее потом убираем порталом. Хотя я объясню это все. Это получается по краю этот швак, да, все нагапривается? Да, да, да. Это вот кислородное. Мы кислородом только режем. Держи вот здесь, Поль. Как он покажет тебя, здесь прикрывайте вот так вот. Да. Коля, накрывай, накрывай. Ты видишь что-нибудь? Да. О, вот видишь шлак. Вверху шлакок, а ниже металл идет. Через стали выпускной отверстики. Тем временем Николай все больше осваивается в роли подручного Столивара. Если во время первой плавки он кислородным резаком прорезал горловину конвертера, то теперь он готовится взять пробу прямиком из сталь-ковша со свежевыплавленным металлом. Прямо окунай ее, пока не затрясется, Коль. Окунай, 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 окунай. Ай, в комок попал. Чуть вот туда вот. Во, вот так. Во, затряслась. Все, вытаскивай. Вытаскивай, 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 кто запаялится. Все, вытаскивай. Попробуй. Во, получилось. Справляй. Не-не-не, это крышка. Вот проба сама толстая. Это крышечки куда набирается. Конвертер 2 набирай. Ф-2. Ф-2, ага. Последние три цифры. 536. Номер плавки был. Все, Enter нажимай. Так, номер пробы 3. Ковшевая 3 считается. Enter опять. Открывай. Ложись. Все, F-9. F-9. Все, забрал. Будет анализ сейчас химит. Ну, конечно, сложновато. Давно же, как бы, по схемам не катаешься, упражнения не делаешь. То есть, в любителях просто, как бы, люди выходят, 5 на 5 играют. Ну, или такие тренировки, как бы, не столько сложные. По схемам, можно сказать. Тяжеловато, конечно. Ну, парни вам все спокойно подсказывают, что делать. Ну, тогда нормалек. Субтитры сделал DimaTorzok В кислородно-конвертерном цехе вот где настоящая жара. Но Николай Кулемин крепок, как железный человек. Он уже готовится управлять машиной отсечки шлака. На конце этого агрегата расположен специальный поплавок. Попадая в конвертер, он закупоривает сливное отверстие таким образом, что отсекает шлаки в конце слива металла. На языке металлургов это мероприятие называется «метнуть дротик». Точности в бросках по воротам Николаю не занимать. А вот как насчет металлургического дартса? Она закрывает на границе металла от флаки. А, и потом она за этого закрывает дырку? Да, она отсекает флак, и флак уже ничего. Ну, давай вперед, поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, Коль, давай. Поздравляю тебя, ты сегодня стал. С первым рабочим днем. Да, с первым рабочим днем. Стал подручьем Столивара. Прошел. А вот сколько обучаются люди, когда приходят вообще? Да, ну все по-разному, ты же знаешь, так же, как и в хоккее. Пришли на коньках кататься. Пришли на коньках кататься, и один человек за неделю научится, другой через месяц. И сколько у него сменочных, сколько, 8 часов? Ну, 8 часов мы до полчерта будем работать. То есть, как бы, вот это постоянный процесс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, я болею за наш клуб Металлург. Хочу, чтобы в этом году они стали чемпионами КХЛ. Ну да, конечно, это и мотивирует, и становлюсь, чтобы более, наверное, благодарен всем нашим работникам комбината, и вообще комбинату за поддержку команды, и за поддержку, которую они, как болельщики, нам дают на каждую игру. И в свои выходные приходят уставшие, все-таки болеют и поддерживают за команды. Все, хватит. Я устал. Я в 8.15 приехал. Так, я поеду поем, схожу в баню, поплаваю. Что еще, контракт заберу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА